И улыбка Ваших глаз И хорошее настроение Не покинет Больше вас Еще раз Ну давайте вы это уже вспомните Давайте еще раз И улыбка Без сомнения Вдруг коснется Ваших глаз И хорошее Настроение Не покинет Больше вас Знаете вот С таким настроением Нужно идти только на свадьбу И она пройдет А сейчас как раз Воспользуюсь лучшим словом От Соломона Надежда долго не сбывающая Томит сердце А исполнившая желание Как древо жизни Псалом 12-13 стих Как раз Томление Никиты Восполнилось Радостью Да И наша тоже Нам большая радость Что хупа И Бракосочетание Будет у нас Здесь в общине Для нас Станя это большая честь И видеть Новые семьи Которые Соединяются Растут И похоже Вместо Писания Тот же Соломон Говорит Веселое сердце Благотворно Как врачевание А унылый дух Сушит Ну половина людей Уже сушат Да И такое настроение Как будто Что будет завтра Когда Наверное каждый из нас Прошел ситуацию Которую я вам опишу Вы приходите В больницу Особенно если детьми Или с кем-то Еще каким-то пациентом Своим близким Родственником С папой Или с мамой Доктор вас Сначала гоняет По кабинетам Всевозможные анализы И потом вам говорят Что Обождите Вот комната ожидания Ждите И у тебя нет терпения У тебя Желание узнать И говорят Вам просто Попросили обождать Пожалуйста Обождите В следующей комнате Не сейчас И не в это время Вы услышите вердикт Наверное В этой комнате ожидания На самом деле Она предназначена Не просто Ждать А комната Предназначена Для уединения Снять стресс Потому что Пока ты бегал По докторам И узнавать все Анализы Сдавать все У тебя стресс И вот этот стресс Он должен был Сниматься В этой комнате Комната Где не просто Ты ждешь Вердикт Врачей А еще Наверное Еще ждешь Того Кто Ходит По докторам Узнать Их вердикт Знаете Это чувство Очень Неописуемо Тревожно Я не знаю Как вы Но я не один раз Был В таком состоянии Ожидания Когда мои дети Где-то У доктора Какие-то ситуации Произошли В ожидании Когда Татьяна Моему папе Делали операцию Мы все В ожидании Были Да Как бы там И такое состояние Было Очень жуткое Такое Чувство Тревоги Непредвиденного Любопытства Непредвиденного Любопытства Ты не знаешь Что будет У тебя в голове Всякие мысли А что Если это А если это А если то Весьма туманная Преспектива Будущего Ты не понимаешь Чем себя занять И самое странное Знаете что Время Как будто Замедливает Свой шах В обычной жизни Мы Как белка в колесе У нас все Должно быть Знаете Как говорят Намази Все должно Быстро Все должно Быть сделано Но тут Вдруг Ты Поддаешься Атмосфере Духовного давления В комнате В ожидании Это Томление Сердца Которое Несомненно Связано С нашими Эмоциями С переживанием Которое нам Нужно Направить На позитивное Мышление Но как Время Тянется Время Как будто Оно Замедлилось Ты Все эти Десять секунд Те оказывается Уже часами Принимая во внимание Вот Место писания Которое я говорил Просто делал исследование И Притчи 17 глав 22 стих Я хотел бы Немножко Его Изменить Со словами Которые Имеют значение Очень важные В этом В этом Псалме Сломленный Раненый Или пораженный Дух Теряет себя В нем Высыхает сила И он забывает О своей сущности Вы скажете Ребе Откуда Откуда Такое Понятие Другими словами Я скажу так Что когда Дух человека Сломлен Ранен Или поражен То он забывает Кем он является В Боге Теряет Свою сущность Перестает Быть способным Наслаждаться Жизнью Бога В себе И перестает Приносить Плод Вот это Когда мы говорим Это местописание Мы понимаем Что иссыхает Кости То есть Другими словами Жизнь человека Перестает Иметь значение Он сам К себе Относится Как будто Человек Не имеющий Плода Потому что Я пока еще Не видел Чтобы сухие Ветки Приносили Плоды По крайней мере Такого чуда Еще не видел Но Она должна Сначала Распуститься Набраться Сока Да Дать Свой побег Павел Галатам Говорит О плодах Которые мы Приносим Возрожденным Духом Нашим Дух Плод же Духа Любовь Радость Мир Доглотерпение Благость Милосердие Вера Кротость Воздержание Таковых Нет закона Он говорит о том Что мы Мы должны Приносить Эти плоды Но эти плоды Приносятся Возрожденным Живым Духом И если мы Как бы Имеем Тоскливость Суету Или же Мой Писание говорит о том Что мы Вот Унылый Дух Имеем То он Нас Исушит Восмаживает По-украински Это Наверное Лучше Звучит Мы Сыхаем И не можем Принести Плод В конце концов Неприносящий Плод Человек Перенесает Общаться Вы смотрите Люди Которые Не имеют Радость Или Долготерпение Или же Благость Милосердие Эти люди Перестают Иметь Общение С другими Им нечем Поделиться Больше всего Они перестают Общаться С Богом Потому что Начинается Жизнь Такой вот Тоски Печали Сердечного Переживания Теряет силу Противостоять Любым Вызовам И становится Рабом Обстоятельств Раб Ты встречаешься С этими людьми Верующими людьми И кроме Сетования На жизнь Ничего Больше Нету И ты думаешь Какой же Плод У этого Человека Где же Этот плод Радости Где-то Любви Мира Эти люди Просто Иссыхают Не Упивайтесь Вином От которого Бывает Распутство Но исполняйтесь Духом Почему я говорю Об этом Потому что Плод Духа Можно Сузить До простой Фразы Но не посчитайте Меня Циничным Пожалуйста Я хочу Вот это То что я Прочитал Галатам 5.22 Сделать Немножко Сократить Простыми Выражения Плод Духа Это хорошее Настроение Без Воздействия Алкогольных Напитков Вы заметили Нету Что Люди Которые Имеют Именно Вот Плод Духа Они Радостные Без Причины У них Улыбка У них Есть Какие-то Цели У них Какое-то Есть Желание Помочь Людям Мир Принести Я просто Скажу Плод Духа Это Хорошее Настроение Когда у человека Хорошее настроение Без Когда нам Плохо Сердечная Скорбь Нам Тоскливо Что-то Не так Происходит Дух Тогда Наш Дух Он Угашает Словом Уныние Является Древнее Верейское Слово Наха Что означает Дух Ранится Поражаем Или Ломается От сердечной Боли Вы Встречали Уже Разбитых Преломленных Или Не преломленных А уже Обломленных Или обломавшихся Людей Чаще всего Они Как бы В своей жизни Они много Ничего не могут сделать Постоянная Тревога Переживание Постоянное Какое-то Недовольство С тем Что происходит И вот Сердечная Боль Существует Как Не только Существует Как физическая Но как Духовная В этой боли Эта боли Присутствуют Различные Симптомы У нас есть Не только Физическая Боль Но и Душевная И Этими Симптомами Привыч И причинами Может быть Различные Явления Разные Ситуации А термином Докторов Можно сказать Сердечная Недостаточность Это физическая Боль Сердца Сердечная Недостаточность Что это такое Это могут Различные Быть факторы Неправильное Питание Какие-то Клапаны Не так Открываются Какие-то Сужения Сосудов Или что-то еще Но чаще всего Это Проблематично Но если мы говорим Духовным языком Библии То Сердце человека Весьма испорчено Как говорит Царь Давид Сердце чисто Сотвори во мне Сотвори Божий Сотвори Сотвори Это слово Звучит Как Ацебес То есть Это означает Идол Боль Рана И печаль Какое слово Мы выбираем Чаще всего Когда мы Слышим Эти слова То Нам бросается Слово Которое Больше всего Нас беспокоит Это слово Идол Боль Это как Идол Это слово Цепляет Нашу Подсознательную Совесть Которая Привязана К нашим Поступкам А поступки Привязаны К каким-то Привычкам Которым Мы не хотим Избавиться Они могут быть Разные И вот эти Привычки Они беспокоят Нас И становятся Нашим Идолом Потому что Мы не хотим Избавиться От этих Привычек Они становятся Чуть выше Чем Господь И засоряют Нашу Систему От этого Сердца Становятся Больным Если ничего Не предпринимать Можно Получить Инфаркт Заработать Инфаркт Легко Неправильно Питайся Плюй На все Будьте Озлоблен На все И Инфаркт Тебе Обеспечен Тух-тух Кто там Доктор Это Медицинская Терминология Инфаркта И Когда я узнал Первый раз О том Что Что такое Инфаркт Это не просто Закрываются Твои Артерии Вгновенно Когда закрываются Артерии Твое сердце И часть Где Была Подпитка От кислорода Кислородом Эти Клетки Отмирают Они буквально Вгновение Чаще всего Люди говорят Доктора говорят У вас есть 20 минут Чтобы выжить Если за 20 минут Тебя не смогли Спасти Ты не все Ты мертвый И за 20 минут Происходит Что Отмирается Клетка И я говорю Доктор И что Он говорит А твое сердце Эти места На сердце Становятся Каменными Каменными И нет Восстановления Не происходит Остается Рубец Мы называем Рубцом И я понимаю Что можно Предотвратить Все эти Инфаркты Если мы Будем правильно Питаться Как я уже говорил Комната ожидания Это место Предварительного Содержания Твоего терпения Твоей Суетной жизни В это время Необходимо Повернуть В радость Место боли Потому что Мы переживаем Знаете Вот Почему я говорю Об этом Потому что О том Что У нас Будет Действие Контр Да Наступление Уже Говорится Полгода И мы Томимся Когда-то Наступит Когда конец Этой войне Когда все это Произойдет Что И мы начинаем Придумывать Всевозможные Истории Читать Какие-то Факты Или не факты Какие-то фейки Но Мы Погружены В это Состояние Давления И Бог Хочет Чтобы мы Изменили Свои Отношения Скорби Трудности Неожиданной Ситуации Потери Неизбежны Для жизни Человека Потому что Как говорят Французы Такова Так 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 Становится Фундамент Фундаментальным Основанием В отношении С Богом Потому что Писание Чем Больше Скорб Или как Сильнее Скорб Тем Наши отношения С Богом Мы стремимся Их решить Поскорее Мы Раскаиваемся Мы Говорим Посмотри Наше Сердце Избавь Меня Хочу Ближе К Тебе Потому что Лучше С Тобой Чем Где-то В другом Месте Мы Стараемся Измениться Выбор Делаем Мы Сами Эти Сильные Эмоции И чувства Которые Мы Переживаем Не Должны Контролировать Нас Мы Наоборот Ребята Должны Контролировать Эти Эмоции Друзья Мы Должны Это Делать Эти Чувства Не Могут Диктовать Нам С вами Как Жить Мы Должны С вами Решать Как Жить И Где Наше Направление Псалом 41 12 Стих Что Унываешь Ты Душа Моя Давид Говорит Своей Душей Подожди Секунду Ты Что Ломаешься Что Случилось Что Сво Происходит А потом Уповай Он Заставляет Что Делать Уповай На Бога Ибо Я Буду Еще Славить Его Спасителя Моего И Бога Моего Другими Словами Он Говорит Я Заставляю Себя Начинать Мыслить И Двигаться По Другому Несмотря На Обстоятельства Которые Меня Окружают Выбирайте Хорошее Настроение Выбирайте Это Хорошее Настроение И Плохое Само Приходит По Себе Его Не Зовешь Оно Само Приходит Чувство Переживания Подавленность Зачарование Гнев Жалость Зависть Осуждение Или что-либо Другое Незваным Гостем Всегда Появится А Незваный Гост Хуже Татарина Понятно О чем Мы Говорим Я точно Знаю Что Мы С вами Можем Делать Выбор С Кем Нам По Пути С Куда Нам Ехать Этот Выбор Зависит От Состояния Нашего Сердца От Самих Нас Где оно Будет В Правильном Месте Мира И Спокой Или Радости И Милосердия А Возможно Горечи И Суеты Один Пример Каждый Из Нас Пользовался Нашим Вокзалом Кто Из Вас Катался На Наших Поездах Остальные Живы Не Советском Союзе Жили Да Все Мы Катались На Наших Поездах А Кто Нибудь Из Вас Смотрел Остановки Где Останавливаются Наши Поезда На Каких Остановках Да Никто Не Замечал Кто Вообще Замечал Название Маленьких Поселков Поселков Укра 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 Одесса Главная Вы Купили Билет На Поезд До Станции Счастья Слава Богу У нас Такая Станция Есть И По крайней Мере Это Часть Украины Или Нет Одесса Счастье Какое Хорошее Название Кто Счастье Половина Одесситов Вы Купили Билет На Одесса Главной Поезд Одесса Счастье И Как Всегда У нас Бывает Я Не Знаю Как Часто Вы Хатались На Поездах У нас Бывают Прицепные Вагоны Которые Следуют Только До Какой Станции Дальше Они Не Едут Со С Со Ставом Знаете Такое Да Прицепные Вагоны Да Там Вас Просто Оставляют И Если Не В том Вагоне Вы Там И Остались На самом деле И Сам Сам Состав Он Вообще Едет Куда Надо И Сам Состав Называется По Названию Конечного Пункта И Одесса Счастье Вы Подходите К Вагону И У вас Билетик Который Говорит Одесса Счастье Да И Вы Походя Мимо Понимаете Что Стюардесса Которая В Прицепном Вагоне Говорит Вы Поспешите Поспешите Скоро Поезд Отправляется Вы Спрашиваете А куда Вы Едете Этот Вагон Безнадийно И Взапойно Ты Говоришь Ой-ой Подождите Мне Не По Пути Мне Вообще На Счастье Надо Она Говорит Оно Впереди И Тут Трогается Поезд И Ты На Ходу Запрыгиваешь Вагон Целью У нас Счастье Тогда Нам Дальше Мы Придем Пешком Через Все Вагоны До Счастья Следующие Несколько Вагонов Которые Вы Проходите Со Странным Названием Из Станции Которая Тупиковая Не Дебальцева Дебальцева Дебильцева Сиротский Дом Между Прочим Есть Такая Станция Там Называлось Детский Дом Некоханый Некоханый Гоньбовы Людь Байдуже И так далее Скажите Вы хотите В этот поезд? Вы четко Скажете Нет Нам Не по пути Почему Тогда Мы Соглашаемся С теми Идеями Мыслями Эмоциями Которые Нас Переполняют Что Безнадега Трудности Нам Вот сюда Не выбраться Злость Негатив Почему Мы Соглашаемся С теми С чем Мы Встречаемся С этими Эмоциями А не Как в этот Поезд Который Мы Понимаем Что У нас Есть Путь В счастье А Нам Предлагают На поезд Который Называется Безнадега Мы Скажем Не Не Это Означает Что Мы Делаем Решение Двигаться Дальше Мой Вам Совет Выбирайте Жить Счастливым Сердцем Сердцем Которое Настроено Сознательное И волевое Решение Что Хорошее Настроение Не должно Покидать Нас Никогда Всегда Можно найти Хорошее Настроение Посреди Всех Неудобств Посреди Всех Ситуаций Хорошее Настроение Это Волевой Выбор А не Нахлынувшее Чувство Все Пройдет Голосом Моим Псалом 141 Господу Возвал Голосом Моим Господу Помолился Излил Перед Ним Моление Мое Печаль Мою Открыл Ему Когда Изнемоглава Мне Душа Или Дух Мой Ты Знал Стизю Мою На пути Которые Я ходил Они Скрытно Поставили Сети Для меня Выведи Из темницы Душу мою Чтобы мне Славить Имя Твое Вокруг Меня Соберутся Праведные Когда Ты явишь Мне Благодать Благодатье То есть Праведные Придут Потому что У тебя Настроение Правильно Оно Хорошее Замечали Люди Которые Кисло Никогда Друзей Не имеют А хорошее Настроение Всегда Привлекает К себе Возможно Ты сегодня Потерял Мир У тебя Абсолютно Нет мира В будущем Что будет дальше Происходить Возможно Жизнь тебе Не приносит Наслаждения Потому что То что происходит Довольно Тяжело Возможно Ты согрешил И тебе Тоскливо От того Что ты наделал Прервал отношения С Богом А может Потерял Близкого человека И тебе Так грустно Утратил Интерес К служению К жизни Или Возможно Тебя Предали Близкие Родные Возможно Тебя Пренебрегли Тобой Ты Разочаровался И больше Не хочет Жить Говорит Так Ну его В болото Друзья Очень правильно Нужно сделать Волевое решение О хорошем Настроении Возможно Ты сегодня В комнате Ожидания Всякие мысли Лезут в голову Время тянется Ответов нет От Бога Ты просил Ожидаешь Врача Что он пришел И дал тебе Диагноз А он Не приходит Если ты Сегодня Сомневаешься В Божьей Милости То для тебя Есть сегодня И ответ Взгляни на Своё Неверие Богу Посмотри Как ты Смотришь На Бога Неверием Чтобы Потом Твоё Уныние Исчезло Ты Дай свой путь Богу Покайся Подчинись Богу Мессии Который воскрес Из мертвых Чтобы жить Полной Радостной Жизнью И уже Не я живу Но живет Во мне Машех А что живу Сегодня по плоти То живу верой Сына Божия Возлюбивший меня И предавший себя За меня И улыбка Без сомнения Вдруг коснется Ваши глаз И хорошее настроение Не покинет Больше вас Знайте Кто источник Вашего настроения И на завершение Хочу Прочитать Псалом Давида 15 Глава С 5 В 11 Стих Господь Есть часть Наследия Моего И чаши Моей Ты держишь Жребий Мой Межи Мои Прошли По Прекрасным Местам Наследие Мое Приятно Для Меня Благословлю Господа Разумившего Меня Даже И ночью Учит Меня Внутренность Моя Всегда Я видел Пред Собою Господа Ибо Он Одесну Меня Не поколеблюсь Оттого Возрадовало Сердце Мое Воселился Язык Мой Даже И плоть Моя Исполнилась В уповании Успокоилась В уповании Ибо Ты Не оставишь Души Моей В аде В мучении В этой Комнате Ожидания И Не дашь Святому Твоему Увидеть Тление Ты Укажешь Мне Путь Жизни Полнота Радости Перед Лицем Твоим Блаженства Десницы Твоей Вовек Эти Последние Пять Минут Которые У нас Есть Сейчас Я не Просто Хотел Бы Помолиться За Каждого Из Нас И Чтобы Мы Помолились Чтобы Хорошее Настроение Было Приоритетом Нашей Жизни А Зачитаю То Что я Давно Зачитывал Несколько Раз Это Отрывок Из Из Газеты Которую Описывал Один Человек Это История Счастья Он Описывал О старике Евреи Который Делился Он Спросил В чем Счастье У Старика И Он Говорит Анжи Еврей Владелец Самой Знаменитой Пекарни В Германии Часто Говорил Знаете Почему Я Сегодня Жив Я Был Еще Подростком Когда Нацисты В Германии Убивали Безжалостно Евреев Нацисты Отвезли Нас Поездом В Аушвиц Ночью В отсеке Был Смертельный Холод Всюду Шел Снег Холодный Ветер Морозил Наши Щеки Ежесекундно Нас Было Сотни Людей В те Холодные Ужасные Ночи Без еды Без Веды Без Укрытия Кровь Замерзала В жилах Рядом Со мной Был Пожилой Еврей Любил Любимый В городе Он Весь Дрожал Выглядел Ужасно Я Обхватывал Его Своими Руками Чтобы Согреть Его Обнял Его Крепко Чтобы Отдать Немного Тепла Растер Ему Руки Ноги Лицо Шею Я Умолял Его Остаться В живых Я Ободрял Его Таким Образом Я всю Ночь Согревал Этого Человека Я Сам Был Уставшим И замерзшим Пальцы Окоченели Но я Не переставал Массировать Тело Этого Человека Чтобы Согреть Его Наконец Наступило Утро Солнце Начало Сверкать Я Взглянул Вокруг Себя Чтобы Увидеть Других Людей И К своему Ужасу Все Что Я Мог Увидеть Это Были Замерзшие Трупы Все Что Мог Слышать Это Была Тишина Смерти Морозная Ночь Убила Всех Они Умерли От Холода Выжили Только Два Человека Старик И Я Старик Выжил Потому Что Я Не давал Ему Замерзнуть А я Выжил Потому Что Согревал Его Позвольте Мне Сказать Секрет Выживания В этом Мире Когда Ты Согреваешь Сердце Других Тогда И Ты Согреешься Когда Ты Поддерживаешь И Укрепляешь И Вдохновляешь Других Тогда И Ты Получишь Поддержку Укрепление Вдохновление В своей Жизни Дорогие Мои Друзья Это Секрет Счастливой Жизни Позитив Заставьте Себя Заставьте Себя Быть Человеком Который В позитиве Потому Что Без Позитива Без Видения Будущего Основаться На Своих Чувствах Просто Невозможно Ты Должишь Знать Что Бог Твой Всегда Рядом Он Разогреет Твое Сердце Не Даст Тебе Замерзнуть Приближайся К Нему И Он Приблизится К Тебе И Вдвоем Лучше Чем Одному Ответ Очень Простой Сегодня Для нас Есть Возможность Быть Со всеми Другими Позитивное Хорошее Хорошее Настроение Пускай Никогда Вас Не Оставляет И напоследок Давайте мы еще раз Споем Этот Припев Припев Который Очень Удивительный И даже Я скажу так У меня еще Даже Здесь Еще одно Есть Интересное Место Которое Я записал А потом Не знаю Стоит мне это Говорить Или нет Но скажу Кто помнит Песню Высоцкого Москва Одесса Над Мурманском Ни туч Ни облаков И хоть сейчас Летит Ваш Хаббат Открыт И Киев Харьков Кишинев И Львов Открыт Но мне Туда Не надо Вам не надо На станцию Безхатки Разочарования Злобы Ненависти Это не Ваш Репертуар Нам нужно Туда Где есть Позитив И в эти минуты Давайте мы Встанем В наши ноги И споем Эту песню Что благословение Божие Они с нами Только Ты Как Господь И через пять минут Мы пойдем Вниз Чтобы Порадоваться Смесь Женихом И невестой Она Ведь Шире Чем Тво Что В наших Вечтах Она Ведь Глубше Это Божья Любовь Боже Поднимаем Где наши Руки И говорим Твоя Любовь Она Безгранична Она Сильна Поднять Нас Господь И Наши Разочарования В комнатах Ожидания Вывести Нас На Свет Благодати Милости Потому что Радость Твоя Она Совершенна Еще Ты сказал Радуйтесь Всегда Радуйтесь Ибо Такова Воля Твоя Отца Вашего Небесного И Твоя Улыбаясь Путь мой и Бог, счастье и упование мое, Ты, Бог наш, и Ты, Святой, славим имя Твое. Тебе передаем наш путь, надежду, упование нашего. Ни высота, ни глубина, ни ширина не может меня отлучить от Твоей любви. Абба, спасибо Тебе, мы благословляем Тебе. Мы говорим те слова, которые Ты оставил для Моисея, для Аарона. Благословение народа, который остается с нами по сегодняшний день. И мы говорим, да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит Своё лицо Господь на Тебя и даст Тебе шалом, мир, хорошее настроение. Потому что когда приходит мир, хорошее настроение приходит. Абба, это хорошее настроение. Да останется с нами во все наши дни жизни. Потому что на Тебя мы уповаем. Бешем Ишу Машихе. Бешем Ишу Машихе. Аминь. Аминь.